Приветствую вас! Ситуация, конечно, очень непростая. У вас надо сказать, что я, конечно, понимаю, что вам больно, понимаю, что вам тяжело во всей этой истории, понимаю, что вы чувствуете более обиду, за которой нужно работать отдельно. Давайте просто пока ответим на ваши вопросы, да, и сформируем какую-то такую общую картину того, что происходит. Общая картина того, что происходит, на мой взгляд, заключается в том, что в вашей семье, такой вот большой семье, да, где есть и бабушка, и дедушка, и вы с сестрой, и мама, и папа ваши, вот, в этой большой семье образовались коалиции. В психологической литературе игре в коалицию, а также, ну, это не совсем профессионально, но это вольная моя, как бы, интерпретация, надеюсь, что вы меня за это извините. Трактовка я-образа через мы и они, да, то есть вот есть мы, и мы окей, и есть они, они не окей. Вот здесь являются ключевой. И самое печальное, пожалуй, что родители вложили это и в вас, и в сестру. Ну, про них самих я молчу уже. Бабушка с дедушкой ведут точно такую же политику. Яркий пример, они силой, бабушка силой выбивала из своего, значит, сына вашего отца, куда он уехал. То есть это грубое нарушение личных границ, это грубое попрание вообще, как бы, личности. Вот. Вы можете, конечно, сказать, что, типа, бабушка, ну, она волновалась, она переживала. Вот. Оправдать можно всё. Понимаете? Если вы, Эмилия, хотите разобраться именно с тем, что происходит, то вот вам ответ. Семейная коалиция и психология мы и они. Можете об этом, в принципе, почитать в интернете, но, как бы, в общих чертях суть я вам передал. Передал. Вот. Понимаете? Семейная коалиция представляет из себя, по сути, разновидность психологических игр, которые подменяют близость. Подменяют искренность, подменяют доброту, ну, доброту, не буду говорить, открытость, честность. Вот. Такие вещи подменяются через коалиции, но про коалиции вы почитаете. Я думаю, потом об этом уже можно будет поговорить подробнее, если, конечно, будет желание у вас. Ага. Дальше. Дальше. Что с ними произошло, спрашиваете вы. Вы знаете, Эмилия, с ними ничего не произошло. Они, по сути, всегда были такими. Вот. То есть, они по своей природе всегда были такими. Они всегда держались собособленно, они всегда преследовали какие-то свои цели, они всегда держались в своей закрытой группе. Как бы. И то, что произошло сейчас, это просто, ну, выглядит, по крайней мере, по вашему тексту, как логичное развитие всего, что было до этого. Всего, что было до этого. Просто логичное развитие, и не более того. То, что вы оказались к этому не готовы, это отдельный вопрос. Это отдельный вопрос вашей наивности, надежды на то, что все образуется, может быть, каких-то еще потребностей в родителях. Вот. Но, вот, когда вы с 18 лет полностью начали себя обеспечивать самостоятельно, да, продукты, все отдельно. Вот. Вот здесь вам еще нужно было понять, что от родителей как бы вам в этой жизни ждать чего-то, ну, не стоит. И то, что вы приносили деньги в семью, обучаясь работать одновременно, это, скорее, попытка завоевать их любовь. Ну, если я правильно понял вас. То есть, это жертвенная позиция, это позиция, направленная в ущерб себе. Ради чего? Ради чего? Боль-то откуда? Я вот столько делала, да, я вот там взял самостоятельно, я вот их как бы не трогал, а они меня вот такие вот, они плохие там и так далее. Что с ними произошло? А может быть, это я плохая? В глубине души-то выдумается. Знаете, какая история? То есть, ни родители, ни бабочка не научили вас личным границам. Потому что, по сути, и бабочка, и дедушка, и родители это, по сути, одни и те же люди. Это, по сути, ну, как бы разные люди, да, просто с разными, скажем так, сторонами. Да, то есть, вы примкнули к одной стороне просто. Все. Вот. Не исключено, что между дедушкой и бабочкой и вашими родителями была борьба. И не исключено, что дети, то бишь, вы с сестрой, это самые главные аргументы в этой борьбе. Вот. Я, опять же, я не знаю всех деталей, я сейчас просто предполагаю. Вот. Вот. И когда родились вы, то вы родились, например, потому что так хотели и хотели дедушка и бабочка. А второй ребенок родился, потому что так, как хотели именно ваши родители. Например. Или дедушка и бабочка уговорили вас оставить, потому что родители хотели сделать аборт. И, значит, родители оставили по итогу вам, вас как бы и, понимаете. То есть, это вот взаимные обиды. А вы, вы просто берете и, как бы, принимаете эти обиды. То есть, на самом деле, все это нацелено не на вас. Вот вы сейчас, вот, со взрослой точки зрения на эту ситуацию посмотрите, то все нацелено не на вас. Все нацелено на борьбу между дедушкой и бабочкой и родителями. По факту. А вы этот, да, это аргумент. Пешка. На самом деле. Это печально. Но и вы, как это не парадоксально, вы для дедушки и бабочки так же пешка. Вы способ доказать родителям, что они лучше. А для родителей ваша сестра такая же пешка. Потому что для родителей вашей сестра это способ доказать, что они лучше. По сути дела. Вот. Я не знаю, как ведет себя сестра, но то, что вы ведете себя как жертва, это уже очевидно. Ну, потому что, вот, как бы, обучаясь работаете одновременно, деньги приносите в семью, да. То есть, как бы, это вот жертвенное поведение. Плюс еще боль и обиды. Вот. Боль и обиды это, ну, боль это, как можно сказать, вот, если говорить сухим таким грубым языком, то боль это сигнал о том, что нужно что-то менять в своих приоритетах. То есть, грубо говоря, то, что вы, вот, в 17 лет не поняли, что от родителей вам дать ничего не нужно, и продолжали жить в расчете на то, что они вам квартиру дадут, что они там будут о нас заботиться и т.д. и т.п. Это вот и есть результат боли. То есть, нежелание признать реальный мир. То есть, это и есть боль. Вот эта вот боль, как бы, говорит, Эмилия, ты, ну, как бы, ну, неправильно мыслишь. Тебе нужно мыслить более реалистично. Вот. А обида это ожидание. Обида это ожидание. Завышенные ожидания, просто-напросто. Вот. Вот. Тут я хотел, хотела. Там. Одного я хотел, там. Другого я ждала. Там. Третьего, а в итоге получилось. Вот. И как деда к нам могли поступить, поступить. Вообще, это чувство, это чувство ребенка с 3-4 лет. И это я не понял. Знаете? Не исключаю того факта, что, несмотря на то, что вы живете самостоятельно, обеспечиваете себя и все такое, личностно, духовно, вы все равно еще ребенок из-за того, что родители вам своей любви не дадали, а значит, зрелости, зрелости. А дедушка и бабушка не смогли вам этого дать, то это они дали только какие-то вот установки, да, какие-то вот нормы, что ты должна делать так, ты должна делать так, вот давай, 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 давай. Вот. Ну а как личность, они вас, естественно, не сформировали. Я думаю, я предполагаю, что в этом все дело. То есть, нет собственной системы ценности, нет личной ответственности, духовной личной ответственности, не жертвенной, не обязательственной, да. Ну вот, из-за этого у вас, соответственно, обида. Как наладить отношения? Отношения, я боюсь, наладить никак, если родители решили уехать и с вами не общаются, тут как бы никак. Ну, касается документов, то это нужно подавать в суд, через суд только эти документы получать, других вариантов нет. Есть призрачный такой вариант, если вы сейчас вот выждете, да, вот вы не пишете, сколько, с какое время, на какое время назад переехали ваши родители в другой город. Есть вариант призрачный, что вы выйдете небольшое количество времени и, как бы это сказать, либо выйдете на контакт с родителями и просто высказать им все, как есть, да, то, что вы их любите, то, что вы ничего от них не идете, просто хотели бы иногда общаться и высказать им про документы. Либо вы, ну, вы просто поедете к ним в город, поставите их перед фактом, что вот я в вашем городе, мне как бы нужны документы, давайте мне их, как бы, и все, я без них не уеду. Вот, по сути, это вот два таких варианта, по-другому, как бы никак, но документы это серьезные и документы вы можете получить через закон. Дальше, если у матери какая-то болезнь, передается ли это? Вопрос, это скорее к врачам, не к психологам, но судя по тому, что вы описали, приступ тревоги, паника, истерические припадки и приступы агрессии, нет, нет, это не передается. Судя по тому, что вы описали, нет, не передается. Но еще раз повторю, данный аспект лучше обсуждать с врачами в разделе медицины, здесь все-таки психологи, поэтому, вот. Даже если у вашей мамы есть какое-то заболевание, которое теоретически передается по наследству, вы все равно можете сделать так, чтобы оно не передалось, да? То есть, если будете вести здоровый образ жизни, если будете психологически о себе заботиться, если не будете, как раз таки, накапливать боли обидно, если не будете придерживаться коалиции, которых, в формате которых вы сейчас мыслите, вот. Это то, что вам можно сказать. Вообще, знаете, вот, вы с дедушкой и бабочкой, да, такие жертвы, прямо, а родители ваши, они такие, прямо, тираны, вот. Смотрите, пожалуйста, треугольник Карпмана, вот, и как бы вы не были сейчас в этом самом треугольнике, треугольнике Карпмана, вот. Ну, соответственно, по вопросам вашим все, значит, если вы хотите обсудить, поработать, пишите в личку любому из экспертов, мы будем рады помочь, если вам там, если у вас остались вопросы именно по моему ответу, пишите мне в личку, буду рад помочь вам ответить на них. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего доброго и удачи. Наверное, небольшой такой подскриптом, да, вот, знаете, я бы обратил внимание на следующее, на личные границы ваши, на уверенность в себе вашу, на систему ценностей и на ваши чувства. То есть, насколько вы их проявляете, насколько вы свободны в выражении своих чувств. Потому что все-то мне кажется, что вот из всего того, что я перечистил, ничего у вас в такой полной, заверченной форме к 23 годам нет. А это достаточно серьезно. Вот. То есть, это очень, очень сильно будет вам мешать в жизни вашей. Вот. Удачи. Всего доброго. Удачи. Удачи. Удачи.